У нас тут всё только по любви, в эфире телерадиоканал Страна ФМ происходит. Итак, Влад Кутузов, Валерия Майорова и, как мы обещали, в нашей студии появились два гостя, удивительных, замечательных, такие настоящие рокеры. Доброе утро, друзья. Доброе утро. Ну, представим наших гостей, которых мы ждали сегодня. Продюсер группы «Солнечные дни» Бурыкин Владимир. Владимир Бурыкин. Добро пожаловать, доброе утро. Игорь Соколов, солист группы «Солнечные дни». Доброе утро. Игорь, привет, доброе утро. Ну, начнём вот с чего. Для тех, кто не знает, правда, об этом сегодня рассказывали, на всякий случай напомним. Итак, 30 сентября. То есть уже сегодня какой у нас? 27-е? Через два дня, фактически. В субботу, да, это будет? Да. На сцене Государственного Кремлёвского дворца будет представлено грандиознейшее симфоническое рок-шоу «Легенда 55». Ну, понятно, почему так называется. С лучшими хитами группы, культовой, легендарной группы. Кино — это официальный проект, совместно подготовлен к юбилею Виктора Цоя. Ну, вот и сразу хочется вас спросить, расскажите подробнее, что ожидает тех людей, которые придут в Государственный Кремлёвский дворец? Ну, давайте я начну. Давайте. Ну, грандиозное шоу ожидает. Конечно же, это всё правильно. А на самом деле, в этом году мы второй раз выступаем уже с подобной программой. Точнее, год назад выступали и сейчас повторяем. Со всеми возможными наворотами, какие смогли поставить в этом году, мы пригласили и Большой симфонический оркестр, и у нас будет выступать полноценный хор, как вместо бэк-вокала. В прошлом году была просто вокальная группа. То есть мы постарались, конечно, не перебрать с одной стороны, но максимально формат шоу выдержать. В общем, основной привлекательной стороной программы является то, что в таком необычном формате, казалось бы, те, кто не видел наше шоу, наше представление, переворачивается сознание после просмотра. Вот несовместимое вроде бы, совмещается, а получается очень всё гармонично, очень всё вкусно, очень красиво. В принципе, это, конечно, результат того, что очень талантливые люди делали аранжировки, писали партитуры, постановку делали. Приглашены профессионалы своего дела, дирижёр у нас, который со Скорпиенс работал. А там же какой-то культивый человек, на самом деле, легендарный практически. Да, Виктор Бабарикин, это, в общем-то, главный дирижёр президентского оркестра Республики Беларусь. Ну, его на самом деле сами Скорпиенс, когда увидели, они оставили того, кто с ними ездил, взяли его специально для работы по России. А он очень профессиональный человек. Рок-дирижёр. Да, специализируется. Такое само словосочетание, да, рок-дирижёр, как это? Ну, так получилось, что он достаточно молодой, и специфика, у него очень большой опыт работы, именно когда рок-группа работает симфоническим оркестром. Причём он заводит не только сам оркестр, и очень хорошо работает, да. И говорит, чуть ближе к микрофончику можно? Хорошо работает с оркестром, и сама публика реагирует совсем по-другому, когда он публику даже не пытается, он заводит публику сам. В общем, он на самом деле шоумен такой, то есть как бы входит в контакт и чувствует, как оно настроение. На самом деле это нужно просто прийти и увидеть. Ну, это просто не человек, который спиной стоит и дирижирует, а оркестр не глядет. Нет, 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 он общается и с музыкантами, и также с публикой. Он дирижёр не только оркестра, получается, но и зала. Слушайте, ребят, а вот в прошлом году это было, это было приурочено тоже к дню рождения Виктор Цой, там 54 год, соответственно, было? Нет, в прошлом году мы просто... Так получилось, что мне предложили поработать и выкупить права на переработки этих произведений. У меня был до этого опыт работы с симфоническими шоу. И одновременно я с Игорем познакомился, как бы, с его группой. И так сложилось, что в голове у меня там сложился этот тетрис. Попробовать можно. И мы попробовали. И действительно получилось очень качественное шоу. И мы понимаем, что, как бы, каверов и в оригинале тоже любят группу кино. Но здесь уникальность заключается в том, что на сцене мы собираем одновременно 70 играющих в унисон, вживую, человек, которые создают неповторимое просто звучание, когда... Сказку звука. А здесь 70 человек одновременно, все вместе выполняют четко, там, синхронно. А я прошу прощения, но это вот тоже своеобразный кавер получается. А вот кавер с оркестром, он как-то замедляется или он в том же ритме? То есть это так же динамично. Я вот тут, понимаете, только появляется оркестр, слово кавер сразу отпадает. Потому что, ну, невозможно же представить, что это кавер на Моцарте. Это переделано даже в исполнении. Если вы знаете, например, серия пластинок выходила у Лондон Royal Philharmonic Orchestra. У них там было Place Beatles, Place Queen. Нигде слово кавер, трибют не присутствует. Потому что когда играет оркестр, он может играть Моцарта, может играть Куин, может играть кино. Это не кавер. Кавер на Моцарте. Это не трибют. Это оркестр играет программу этих песен. Вот здесь получилось то же самое. Слушайте, а мне вопрос к Игорю, Игорь. Скажи, вот все песни будешь петь ты. Естественно. На одном большом бэке хор, как вы сказали, да, назовем так. А вот исполнение, которое оно будет, оно все-таки максимально приближено к цоевской манере? Оригинал. Полностью. Практически оригинал. То есть один в один. Мы стараемся исполнять как оригинал. Я немножко как продюсер дополню. Конечно, не стопроцентно копирование происходит, но это и не нужно. Потому что у Игоря своя харизма, которая, в общем, подает как бы Виктора Цоя вот через его исполнение. И вполне удачно именно так, как он это делает. С одной стороны, вы слышите Виктора Цоя при его исполнении. А с другой стороны, Игоря, отличные вокальные данные, как бы. И это дополняет и улучшает, скажем так, оригинальный материал. Немножко перерабатывается вживую тут же. И звучит, ну, там, в соответствии с требованиями современного шоу-бизнеса. Слушай, я предлагаю поговорить о том, как ребята к этому пришли вообще. Потому что очень интересно, да, с чего это возникло. Последний вопрос у музыканта. Я хотела спросить, а вот вообще изначально была какая-то сложность спеца с оркестром? Ведь одно дело — это быть рокером, да, и работать с гитарой. А другое дело, когда симфонический оркестр, где там вступать, как это все сообразить, сложно? Или прям раз, и как в литое? Ну, это дело привычки, как бы, и сам факт профессиональности, да. Ну, Игорь просто попал уже в отработанную машину по производству симфонических шоу. У нас уже было до этого опыт работы с другими шоу. И там мы, конечно, да, там начинали, мы спотыкались. Ну, постепенно мы уже, как бы, отработали четкий механизм, четкий алгоритм того, как это нужно делать, как это работает. Ну, я бы за себя скажу, что мне было несложно. Поэтому, когда, да, стали делать программу с песнями группы кино, в общем, все уже было четко отработано, мы понимали, как это нужно сделать, поставить. И существовала только одна проблема — сделать этот продукт востребованным. Больше, в общем-то, ничего. Я понимаю, что ты спросил, потому что одно дело, когда, ну, классический вариант группы кино, да, когда с гитарой... Единственное, что непривычно, как бы, вот, группа она группа, да, а тут еще и с оркестром, вот это вот немножко как-то ощущалось поначалу не так. Ну, мне понравилось выражение рок-сказка, вот, что это... А это, мне кажется, самое правильное определение все-таки. Давайте мы надолго прервемся, друзья, напомним, в гостях у нас продюсер группы «Солнечные дни» Владимир Бурыкин. Я не в плане важности вас называю вообще. Думаю, не важный. Игорь Соколов, солист этой замечательной группы, мы продолжим очень скоро, друзья. Будьте со страной ФМ. Телерадиоканал «Страна ФМ». Один на всю страну. Это телерадиоканал «Страна ФМ». Еще раз всем доброе утро. Влад Кутузов, Валерия Майорова и наши гости. Владимир Бурыкин, продюсер группы «Солнечные дни», а также Игорь Соколов, солист группы «Солнечные дни». Давайте сразу напомним события, да, про которые мы сегодня общаемся. Ой, Вера, секунду, прям, давайте напомним нашим слушательным зрителям, кто хочет задать вопрос. У нас есть WhatsApp Viber, плюс 7909-928-189, 9, пишите, пожалуйста, ребят, с удовольствием ответить. Я думаю, что да. «Легенда 55», специальная программа к юбилею Виктора Цоя 30 сентября. Она состоится, это буквально через несколько дней, в субботу на сцене Государственного Кремлевского дворца. Грандиозное симфоническое рок-шоу с лучшими хитами группы кино. Официальный проект специально подготовлен к юбилею Виктора Цоя. Да, кстати, пройдет уже второй раз. Ну, в этом году в размах больше намного, я так понял, как мы уже об этом говорили. Ну, немножко, нет, он изменен же, все равно конкретно к юбилею переделаны, написаны некоторые новые овертюры там специально. Слушайте, а видеоряд там будет какой-то такой тоже, что все это... Да, у нас сопровождается видеорядом, и... Ну, в общем, надо прийти и посмотреть все это, про видеоряд как рассказывать, знаешь. Ну, 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 как? Надо прийти и увидеть все своими глазами, друзья. Ребят, давайте уйдем чуть-чуть в историю, Игорь. Ну, к тебе, наверное, вопрос, да? Почему Цой? Как это вообще возникло? От чего вообще? Это постоянный вопрос. Везде один и тот же... А нам и интересно, мы об этом ничего не слышали еще. Да, ну, это 87-й год, фильм Асса, мне было 13 лет или 12, 14, неважно. Песня «Перемен» в конце, естественно, вот оно мне что-то... Игорь, чуть-чуть поближе к микрофону. И с этого как бы все и началось. Песня «Перемен». Фильм Асса, песня «Перемен». И сразу запел? Ну, не сразу запел, естественно, мне начало... Я начал увлекаться, да, мне стало интересно, что... Кто это? Кто такой Цой? Ну, и с этого как бы вся творческая жизнь началась. Слушайте, да-да-да. Извините, в его жизни такой факт интересный, что... Он мог бы петь песни группы «Ласковый май», на самом деле. Мог бы, потому что прошел по конкурсу как солист тогда, в 88-м году. Но мамы с папой не отпустили. Вы помните, что у «Ласкового май» были, да, много коллективов. И насколько неизвестно, они потом разница не особо сопротивлялась этому. Так нет, они, наоборот, искали там всяких молодых мальчиков, да, которые пели бы, потому что, ну, шоу-бизнес, да, и все дела вот эти вот. Да нет, таланты нужны были. Таланты, да, таланты. Слушай, Игорь, а почему не получилось? Ты понял, что это не твое вообще? Да нет, не то чтобы не получилось. Я, в принципе, меломан. И до сих пор по жизни я меломан. Я и слушаю и рок, и попсу, если она хорошая попса. Просто родители не разрешили. Я-то жил в деревне, и как бы там совсем другая жизнь, как в городе, да, и на творчество как-то особого внимания никто не обращал. Так же, как и я не попал на последний концерт Виктора Цоя в Лужнике. То же самое. Слушай, а вот интерес по поводу родителей. Ты сейчас им готов сказать спасибо? Ну, так мысленно, да? Потому что они тебя не пустили, или все-таки сожалеешь? Вот могла бы жизнь по-другому сложиться? Ну, мамы, к сожалению, у меня уже нет, а папа, мы знаем, по-моему, до сих пор не особо восхищается тем, что я стал музыкантом. Ну, это часто явление, на самом деле. Ну, конечно, безусловно. Нет, но я знаю, что он мной гордится. А это самое главное все-таки. Слушайте, а по поводу репертуара, который будет в этом концерте, там все периоды затронуты, как бы, соевского творчества с самого начала, и там вот до последнего, там черный альбом последний был, да? И черный альбом, и 45, с каждого по чуть-чуть. Ну, то есть самые ударные песни, они прозвучат обязательно? Обязательно. А сколько это будет длиться? С антрактом, нет, без? Два часа с лишним, по-моему. Мы решили в этом году без антракта сделать музыкальную паузу, где одна песня будет акустическая. И солист отдохнет. Без оркестра, оркестр отдохнет. Солист не будет отдыхать. Слушайте, а вот я еще все-таки про, по поводу восхищения, по поводу отзывов. После концертов подходят люди и что говорят? Слушайте, ну нам бы отзыв зачитать, на самом деле. Там такое пишут. Ну, например, своими словами. Ну, ты помнишь? Ну, негативных каких-то отзывов не было точно. Я могу примерно пересказать отзывы, которые приходят. Сегодня побывала на вашем концерте. Как и многие присутствующие в зале, очень скептически была настроена на это шоу, потому что петь группы кино практически никто не может. Потому что подают там не кино, а самих себя через кино, чем грешат наши эстрадные блондинки, приписывают. Но была там поражена тем, что увидела на сцене практически, там не практически, группу кино. То есть, вот. И там дальше пишут, что делайте спасибо вам, что делайте это без пафоса. Ну, просто у Игоря получается так, действительно, делать это... Ну, по сути дела, это такое театральное-музыкальное шоу получается, где, ну, почти мюзикл. Где мы играем... Группа играет в группу кино, оркестр сопровождает это все. Это, кстати, интересно сказано, мюзикл. И с помощью вот этого шоу люди сначала просто получают большой качественный заряд того, что они там... Благодаря тому, что они пришли. И у них сознание во время концерта меняется. Они реально, то есть, к концу того же концерта видят группу кино на сцене. Ну, Валуй, ты правильно сказал, потому что, насколько я знаю, вот такие вот самые поклонники, поклонники с большой буквы, да, практически фанаты Виктор Цой и группы кино. Они очень трепетно относятся и говорят, что нет, это нельзя повторить, это нельзя не перепеть, потому что Цой был таким, и никто не сможет этого сделать просто. Ну, мы с этим как бы знакомы, конечно, это именно так и есть. И большая часть всех поклонников хранит память и любовь очень консервативно, я бы сказал. И изменить мнение невозможно, никакой рекламы. Мы просто пытаемся давать больше концертов, чтобы люди видели. А вот прямо на концертах люди прям меняют отношения. Видно, как это происходит? Друзья приходят, потом и говорят потрясенные такие. Ну, прямо их видно, что их колбасит. Слушайте, у нас остается совсем немного времени. Давайте еще раз прям четко, отчетливо напомним, когда все это будет, где, куда приходить, где, может быть, купить билеты. И так, ну, времени остается мало, три дня фактически. Ну, 30 сентября приглашаем. Ну, я просто скажу, а Игорь пригласит. 30 сентября государственный Кремлевский дворец в 18.00 начинается наше шоу, посвященное юбилею Виктора Цоя с симфоническим оркестром и большим хором. А билеты продаются во всех кассах. Ну, основной наш билетный оператор по номиналу, точка.ру. Вот. Ну, и приглашаем всех на наш концерт, на наш шоу. Будем рады всех видеть. Ну, круто будет. Приходите. Круто будет. Я прям загорелась. Не пожалеете, это уж по опыту говорю. В общем, друзья, все приходите. Ну что, большое спасибо, ребят. Вам удачно выступить. Вам спасибо. Впрочем, мы в этом не сомневаемся нисколько. В гостях у нас были солист группы «Солнечные дни» Игорь Соколов и Владимир Бурыкин, продюсер группы «Солнечные дни». Удачного концерта, хорошо выступить. И продолжать в том же дуке. Спасибо вам. И обязательно приходите к нам еще. Я надеюсь, что уже когда-то приглашаете. Приглашайте, мы обязательно придем. И, может быть, споют в прямом смысле. Ну, а почему нет? Почему может быть? Мы можем спеть в прямом смысле. Окей, Луим на слове, будем ждать. Спасибо большое. Спасибо.